Вчера от наших южных соседей из Челябинска поступила весточка о том, что в тамошний следственный изолятор заехал в Столыпинском вагоне весьма нерядовой пациент системы ВСИН Сергей Тороп, он же Виссарион, глава церкви Последнего Завета. Вот его тезка, монастырский видеоблогер Сергей, в миру Николай Романов из Среднеуральска, тоже, кстати, бывший милиционер, его приближения как-то не ощутил, а ведь тот объявил себя не абы кем, а живым Христом, да. Да. Гражданин Виссарион – лидер грандиозной секты церковь Последнего Завета с корнями из советских времен, когда процветала еще церковь Муна, а также Аум-Семрикё, а у нас на каждом углу и в каждом трамвае висела листовка Марии Девии Христос. Кстати, ее белое братство после разгона фактически слилось с Виссарионовой сектой. Этот ныне 59-летний бывший страйбатовец, слесарь и гаишник впервые выступил как Виссарион с проповедью по местному телевидению в Красноярском крае еще в апреле 1991 года, заявив, что Христос наблюдает за ним с околоземной орбитой. Позже он и вовсе признался, что, собственно, Христом и является, а мать его – Дева Мария. С начала 90-х в Курагинском районе Красноярского края существует его община – поселение «Обитель Рассвета», куда съезжаются его самые ярые фанаты из Москвы и других крупных городов, где работали вербовщики. Потек ручеек из бывшей технической интеллигенции, богемы, городских сумасшедших и просто оболваненных, запутавшихся людей, продавая квартиры и жертвуя ему все. Нашлось там место и для эстрадных полузвездочек-певичек, а пресс-секретарем и ближайшим подельником, который арестован вместе с боссом, был некто Редькин, отставной барабанщик группы «Ласковый май». Тоже в свое время собаку, съевший в деле оболванивания публики на грани и за гранью мошенничества с 20 составами, выступавшими чосом. Общее число его поклонников, включая красноярское поселение и филиалы в крупных городах бывшего СССР, оценивают от 4 до 10 тысяч человек. Это очень много. Ничего подобного среди конкурентов нет. Суть учения весьма путанный коктейль и эзотерической классики типа Блаватской, Рерихов и так далее. Но если вкратце, то все сводится к тому, что продай хату и вообще все. Иду и ко мне со всей выручкой, тогда все будет хорошо. Община, практиковавшая сначала сыроедение, теперь строгое вегетарианство, живет в постоянном ожидании конца света, с предсказанием которого Виссарион прокалывался уже как минимум трижды. Фактически разрешено многоженство, запрещено обращаться за медицинской помощью, раньше детей не пускали в школы. Одним из поводов для ареста в сентябре этого года с вывозом на вертолетах ФСБ из города Солнца как раз и стала смерть ребенка по этой причине, а также самоубийство несостоявшегося адепта, которого в общину не приняли. Сейчас Сергею Торопу и его подельникам Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову предъявлено создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью двух и более лиц, то есть статьи 239 и 111 УК РФ соответственно. Максимальный срок заточения вполне себе космонавтский – 12 лет. Вот такого эпохального деятеля занесло в СИЗО-3 Челябинска этапом из Москвы в Новосибирск на психиатрическую экспертизу. Возможно, здесь он проведет несколько дней. Точно так же здесь же в середине октября оказался этапируемый в обратном направлении из колонии Красноярска в Москву Максим Марцинкевич, известный скинхед, блогер-качок, фашист-публицист, известный также под творческим псевдонимом Тесак. Для него пребывание проездом в Челябинское пересыльное тюрьме кончилось максимально плачевно. Его нашли мертвым в одиночной камере. Официально причиной смерти считают суицид, адвокаты, разумеется, видят в этом совсем другое.